Это Северодвинск в деталях. Программа о проблемах, которые нас окружают, но с путями их решения. Сегодня разберемся с отоплением. Казалось бы, 15 мая наступило, батареи отключили. 15 сентября наступило, батареи включили. Вот и вся работа. Но сколько вокруг этого проблем? На улице жара, батареи шпарят как сумасшедшие. Ответим, почему ТГК-2 не убавляет температуру? Отключили тепло и на улице похолодало. Стандарт закона подлости. Разберемся, отчего же не продлить отопительный сезон, ну скажем, пока черемуха не зацвела. А еще следом и горячая вода пропадает на время гидравлических испытаний. Пятница, 7 июня, день ИХС для северодвинских городских тепловых сетей. По договору с администрацией города именно сегодня последний дом, последняя больница и последний детский сад должны получить горячую воду в кране. И тазики с кастрюльками отложим до конца лета. И начнем с гидравлических испытаний. В этом выпуске мы напросились в святая святых оперативно-диспетчерская служба. Посторонним вход воспрещен, но не для нас. Именно за этой дверью 28 мая специалисты наблюдали, как растет давление во всех трубах города. Схема теплозетей собрана гидравлическим испытанием. Прошу подтвердить готовность к подъему давления. На данный момент происходит поднятие давления до 13 килограмм и выдерживание в течение 10 минут. То есть на графике видно, да? На графике видно, да. То есть подъем осуществляется плавно. Оборудование ТЭЦ-2. Как только давление достигло 13 килограмм, выдерживаем 10 минут. Если в течение этого времени никаких повреждений не будет обнаружено, оборудование считается выдержанным испытанием. Почему именно принято такое решение поднимать до 13 давления в трубах? Данное давление повышено в соответствии по отношению к рабочим на 25 процентов, что является залогом прочности установленного оборудования. Но это уже сам процесс, уточняют энергетики. Перед не менее сложный процесс подготовки, согласование всех действий между двумя теплостанциями, Севгортеплосетями и Севмаш-предприятием. Сначала были проведены еще испытания на трубопроводах Севмаш-предприятия. И на сегодняшний день в Севмаш-предприятии мы горячее водоснабжение поставляем. Работает на это Северодвинская ТЭЦ-1, а Северодвинская ТЭЦ-2, она работает на испытания. Которые, кстати, продолжаются. Давайте вернемся в диспетчерскую. Давление уже упало, то есть испытания завершены? Точно так. На данный момент испытания второго этапа трубопроводов тепловых сетей подошли к концу. За время проведения данных гидравлических испытаний выявлено 16 повреждений трубопроводов тепловых сетей. Основные значимые повреждения у нас произошли на магистралях. Это магистраль Ю, которая располагается по улице Юбилейной. Также у нас было выявлено повреждения на магистрали А по проспекту Морскому, на магистрали С в районе Трухенова. В старом городе 20, как вы сказали, в новом порядке 16. Насколько эти цифры катастрофические, не знаю, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом? Насколько тепловые сети у нас сейчас в порядке? Данные цифры примерно одного порядка по аналогии с прошлым годом. То есть мы находимся на стабильно высоком уровне эксплуатационной надежности тепловых сетей. После испытания давлением следующий этап – прогрев труб. Так выявляются еще более мелкие дефекты, которые уже не влияют на подачу горячего водоснабжения. Все недочеты добавляются в план текущего ремонта. Игорь Иванович, расскажите о предстоящем ремонтном сезоне, о готовности. К ремонтной кампании мы готовы. Материалы в необходимом количестве закуплены, поставлены. Вот мы видим трубы, в том числе новые технологии с ППМ-изоляцией. Они обеспечивают пониженные тепловые потери. А вот изоляция что черная, что желтая. Скорость монтажа увеличивается, то есть быстрее мы их проводим замену. Ну а во-вторых, уменьшаем тепловые потери. Для устранения дефектов вот еще до начала ремонтной кампании созданы бригады. В количестве 28 человек, оборудованные спецтехникой, необходимыми материалами. И работают они круглосуточно для скорейшего устранения дефектов и восстановления горячего водоснабжения. Это такой специальный режим, да, на предприятии сейчас? Да, это на период. Больше людей? Да. Частый вопрос. Начало лета, жаркие выходные, отопление как в минус 30. С чем это связано? Почему нельзя уменьшить температуру теплоносителя, чтобы вот в жаркие дни в квартирах не было так жарко? Температура теплоносителя, она идет в соответствии с температурным графиком, который складывается из погодных условий. То есть при температуре выше, чем плюс 8 градусов, мы обязаны обеспечить прогрев теплоносителя в подающем трубопроводе 70 градусов. 70 градусов? 70, да. Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальным, качественным, горячим водоснабжением потребителей. То есть здесь палка двух контактов, да? То есть если у нас жаркий день, отопление еще, сезон не закончился, нам температуру теплоносителя не понизить, потому что горячей воды не будет. Мы все лето держим 70 градусов. Если мы будем температуру понижать, к нам будут претензии от других надзорных органов. Поэтому мы ее просто обязаны соблюдать и мы выполняем свою работу. И как за кадром рассказал Григорий Иванович, если в следующем году ситуация повторится, чтобы охладить квартиру, достаточно батарею накрыть простым одеялом. Теплоотдача сократится в разы. Как еще можно укротить радиатор, если вдруг на улице жара, а отопительный сезон не закончен? Вот рекомендации от замглавы Северодвинска по городскому хозяйству. Олег Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Про жаркие выходные. Это не норма закона, а предложение собственникам все-таки стараться переходить на автоматизированные узлы управления. Огромные плюсы те, кто принял решение и поставили у себя. Если бы все дома были оснащены такими системами, мы, конечно же, отопительный период продлевали бы как можно больше. Зная, что в доме температура регулируется. Я у себя дома, у меня все батареи, радиаторы отключаются. То есть я просто-напросто, когда мне жарко, отключаюсь. Не открываю форточки, не топлю улицы, а именно закрываю. На сегодняшний день у нас допустимо устанавливать уже медальный прибор учета на отопление. То есть в каждой квартире это можно сделать. Не только, получается, убавил температуру, но и платишь за эту температуру, которую... Платишь за эту. Расскажите, пожалуйста, про вот этот пресловутый норматив отключения отопления. Как считаете, вот эти вот 8 градусов выше 0 среднесуточных подходят для нашего климата? Или все же можно ее как-то изменить? Ну, смотрите, у нас ситуация очень интересная. Как каждый город по-своему к этому относится. Система Городес-Ардинска централизованная. То есть мы действительно обязаны выполнять требования правительства. И минимальный срок, это мы действительно должны выдержать 5 дней, чтобы температура была не ниже 8 градусов. А погода бывает разная. В этом году получилось так, что было прохладно с 12 мая, честно говоря. До сегодняшнего дня, наверное. Да, согласен. Никогда четко определить границу, когда оканчивается зима и начинается лето, нельзя. Сюда это плавный переход. Он действительно подразумевает, ну, некоторую ответственность администрации городской, когда принимается это решение. Как правило, с конергетиками плотно работаем последние 2 недели. Смотрим прогнозы вперед. И для сравнения применяются от 3 до 5 источников. Ну, гермет, гесметио и так далее. Те, которые наиболее, скажем так, применим в нас и имеют какой-то официальный статус. Понятно, что администрация обязана работать по закону. Но мы решили узнать у наших депутатов городского совета Северодвинска, можно ли этот норматив 5 дней 8 градусов тепла как-то изменить. Александр Михайлович. Это же не просто так 8 градусов откуда-то вдруг появилось. Это как бы и ученые там работали над этой темой. Есть определенные формы по подсчету. Она для всей страны? Она для всей страны. Чтобы сказать, что до 1 июня, как раньше говорили, вот здесь при Союзе до 1 июня, да, топили, независимо от того, да? Это так и было? Ну, возможно, я что-то посмотрел, возможно, так и было. В наших районах Крайнего Севера, тем более. И все. А потом отключали независимо. Я бы на месте Скубенко, например, сказал, ну, сам бы сказал до 1 июня. Просто его завалят потом жалобами, что буду, вы что топите-то, а мы деньги платим. При Советском-то Союзе не платили. Небольшой такой нюанс. Итак, разбор отопления в Северодвинске закончим. Что же удалось выяснить? Оказывается, гидравлические испытания длятся всего 10 минут на каждом из трех участков города. Но зато ремонтов потом на неделю. Минимум 70 градусов даже в самые аномально жаркие дни отопительного сезона. Это норма. А чтобы самому регулировать температуру в квартире, проще всего поставить вот такие регуляторы. А еще лучше установить приборы учета. Индивидуальные. Теперь так можно. И платить меньше. Ну а мерзнуть в квартирах после решения администрации отключить тепло, видимо, будем и в следующем году. Вдруг синоптики снова обманут. Это Северодвинск в деталях. Увидимся через пару недель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...